Дети, учите английский язык, иначе будете на лавке, как я, сигаретой курить, ходить по этому городу и никуда не уездить. И вы первый раз так само это глядите, когда глядите? Вы вообще не можете умирать за годины. Отрие ты, отрие. Мы подсоем на выник, нашим клиентам, нашим студентам. У нас, конечно, не тиндер и свайки кейли, но что-нибудь придумать можно. Люди думают, что когда выучить слова, выучить хроматику, они не будут молодость в мове. Ты косишься? Нее! Не забудьте! Здесь, а правда, мы не родным помылок или разговариваем народным? По беларуску. Як у нас кажут на деревне, все, что мая быть, то мая быть. Дякую вам за то, что вы просто цікавитесь замежными мовами, потому что замежные мовы — это нечто новое, это нечто іншее. Инший за всем свет, не ты, який звыкал до вас, и поэтому заставайтесь просто на этой хвале, плавайте с нами. Раз, два, три... И мы поехали. Все, мы live. Гэта рога, таки вы только стучули, это наш госик, я представлю литерально про неколькие секунд. Витаю вас на первом нашем подкасте. Не ведаем на облаке он трамается. Поделимся, что трамается веселым, текавым и хотя бы длиннейшего у вас поучительным. Пакуль мы не ведаем, как мы его назовем. Какое доброе имя для подкаста? Пенелопа. Пенелопа. Назовем подкаст Пенелопом. Пенелопа от LingvaLine. Алина не будет с свинячьим носиком, это нормально. Так, это Алина не будет с свинячьим носиком. Так, сегодня кто у нас в гостях, это Варвара Константиновна Шука, методист. Что еще можете сказать? Можем с Инстантиновна так одразу. Что можете про себя сказать? Можно сказать просто Варвара. Просто Варвара. Николистин был памятный, что сериал просто Мария. Просто Варвара. Сериал это Россия. Россия-1. Это просто Мария. Об ОНТах, это много просто. Так. Обычайте, я часом буду глядеть ни на Варвару, ни на кого-нибудь, а сообщить, как бы у нас все записывало, как бы шло, потому что мы это живем первый раз. И вы первый раз так сам глядите, нашейenee глядите. Но а так наугу мы сегодня про что будем разговаривать. Мы будемс Dharma pra мовы. Просто про мовы, просто Варвара. Просто Варвары. Просто пьяни лопы, просто пьяни лопы. Ну а так наугу про что хотелось разговаривать. Мы наугу про звезги этой час будемс proactive с разных студентами, собственно все будем concerned с наставниками, с разных методистами. Сейчас кто-нибудь ес, я к нему связанный с мовами. как дать вам некие парады, как на углу что-нибудь цикавое вам рассказывать про мову. Хоть вы, может быть, и шмачивая ведаете что-нибудь, но все равно может быть нечто цикавое. Окей, и про что мы сегодня будем разговаривать про мову? Спочатку Варвара. Расскажите всем просто Варвара. Расскажите, чем вы на углу занимаетесь и что вы, как вы. Представьтесь одним словом. Я же сказала, я просто Варвара. На самой справе я занимаюсь методикой выкладания мов, замежных в нашей мовной школе Ингвалент. Далее, мовная школа, когда не значит, что мы працуем выключено здесь, мы здесь не працуем, а не это не основные наши клиенты. Мы працуем с дорослыми. А что мовная школа, и она одразу здесь месоцитет? Я не веду, потому что когда мне люди пытаются делать мовную школу, я говорю, працую в мовной школе, все думают, что здесь мы працуем, как ваши нервы. Вчера у меня спитали, когда я сказала про свою мовную школу, я говорю, приватно, мне кажется, каля шпиля, я говорю, не, не каля шпиля. Каля шпиля, что такое шпиль? Не ведаю, я сказала, что не шпили, у нас дается няма. Доброе. Это, как минимум, понимать фильмы, слушать музыку и уехать с другой стороны и общаться там свободно. Для того, чтобы общаться с иностранцами, там, создавать новых друзей, то есть, более, да, там, в работе может, кстати, тоже пригодится вполне иностранный язык. Для коммуникации он необходим просто, английский язык. Мне кажется, иностранный язык нужен людям, во-первых, чтобы можно было найти общий язык с другими странами, с людьми из других стран, а также, что самое главное, мне кажется, это для путешествий, для того, чтобы можно было лучше прочувствовать страну, да и вообще это очень удобно, потому что удобно находить, как бы, дорогу везде. Так, ну просто, большинство методика, когда люди чуют слово методика, например, выкладники, сигналы, какие-нибудь студенты, которые учились, например, в немец хотя бы. Я не первое, что чуюсь, ну, первые какие-нибудь у них вспоминания могут быть, связанные со скучными парами, например, те, что-нибудь такое, то в общем, я на это разница помню, например, методика, которую могут некоторые ведать, например, из университета, да, те, какие-нибудь могут чуть, и ваши методики, например. То есть это вот стереотип, да, старого. Мы просто разумеем, что довольно часто, когда мы пытаем людей про их вспомины, про пары, эти школы, то, звычайно, это некий негатыл, и люди довольно часто кажут, что им было не было прогрессу, не было тякава, и было довольно складано. Моя задача якрасу тым, как пробить занятки для наших клиентау тякавыми, и мы разумеем, что большинство людей приходит у нас на занятки после працы, основным. Конечно, люди стомленные, и для их заняток по замежной мове, это не просто некая конечно, все хочется некий прагресс меть, это правда, але так само это некая забавляльная часть, потому что это некая социализация, и так далее, это не просто академичный заняток. И таму ту методу, которую мы пропагандуем в нашей мове, мы хочем, как это было добрая, цикавая провозжение часу, але одночасовой, и довольно, как это сказать, мы обицаем прогресс, и некие заправдывыники, мы працуем на выник нашим клиентам, нашим студентам. Окей, така вот, добра, а чему вы этим занимаетесь? Похвастайся уже своими сертификатами, там, все, что-нибудь. Есть же всякие разные сертификаты, какие вы сотребляют, например, больше людей будут читать, например, про дипломы, там, что у них следует, все, что-нибудь. Ну, есть же сотни тысяч сертификатов для выкладников, и какие так самое ценятся. Может, самое, я думаю, будет тофель, что-нибудь такое, наведание мовы. Так, заправдой, есть сертификаты, которые именно витали, на уровень володания мовы, как ты сказал, тофел, або, например, CIE, FCE, и так далее, это больше просто на володание мовы. Есть так самые международные сертификаты для наставников, то бок наставнику требует пройти полный курс, сдать полные задания, послухать разных разумных людей, отримать сертификат, скажем так, ну, калле довольно просто. Але, так, я скажу, что такие курсы не складаны для тех, кто учится, скажем так, але это за сюда весело, и зараз, например, калле вспоминаю свою селту, калле проходил в этой курсе. Что такое селта? Селта, это международный сертификат кембриджский на выкладание английской мовы для замежника, скажем так. Потому, калле вы бачите, что нельзя написано селта, но это означает класс. Наступный класс, ABCD, D будет дельта, калле вы бачите дельта, калле вы бачите дельта, калле вы бачите дельта, калле вы бачите фэльта, это уже фейк, просто, такое неясно я. Снимай, я скажу. Окей, добро, но это все с методиками, это все с профессиями, у меня тут целый спис размобраек, я хотел бы поразмолять, но я позвал тебя именно это на подкаст, первый, разные есть в этом причину, а одна из причин будет тому, что ты ведаешь сколько, 5-6 мов? Ну, некольки. Некольки, 5-6 мов, окей, ну, сколько вы сможете? Валерий, что ли, честь, ну, так, мы у лингвистичной все эти подробязанности будем выпускаться позднее, вы просто покурить, что вы сможете, на каких мов ты можешь, как бы, разговаривать. Ну, вот, как звучат люди, так вот, и, вот, какие могут поехать, например, так звучат люди, вспоминают, ведание мов, или могут поехать, например, в Украину, и просто поразмовлять, там, например, упеўнена, я Володу, пи цью моваме, это, как учусь, белорусская мова, которая является для меня родной мовой, так само я могу и по-русску трогки разговляться, а соблю, а ты не патриот, а соблю, каля сварусь. Я Володу, так само, польская, яка ма для меня як родная мова, бо я отримала польскую докацию, так само я Володу английской мовой, немецкой, кэтами мовами довольно упеўнена, так само я выучала французскую, не скажу, што я доволі бегла, размовляю, але ведыўс, не што засталося, і литовску такім, каву забовісь увильне змагу, скажем так. Як в бачуці, парады, які ад гэтого чалэка, можэце прожмаць розны, і добра, давай кутенька пабяжымся, памагам, як хето ведыўс, як ты пачала учыць, так, самая главная мова англіцкая, што с англіцкой, пачала учаць даволі ранніх адзецецтва, памятаю, тоўкі пачала размаляць, я ж ўедыла словы такі, як амбрэла, ёлэу, і ведыўчым агаэт, я вось памятаю, што адно з першых в англіцкіх слов была мяна віта амбрэла. 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 Элла. Элла. Ага. Не, ну, ряна была трошкі пазні, я даволі не такая маладая, як эта песня, што так. Справа тэм, што дзвець ёсі моего бацькі былі выкладніцамі англіцкай мовы. Адна зіх працывала в унистычном университеті, друга была директорам школы і выкладала таксам англіцкай мову. Ну, і таму, експерименты на нас ўсіх ставіліся, як на мою бацьку, калім был малы, так і на мне. Англіцкай мову пачала ввачаць даволі рано, памятаю, што таксамы дабыля ранніх гадзецінства, неделю, мене завсё дабыля зайняткі пангліцкай мове, я прихозял за сваё двоюродны бабулік і мы займаліся гадзіна, дзвець, тры, і так було кожжны, кожжныю неделю на працягу вельмі-вельмі дохага часу, скажам так, амальда таго, як я не стала. Тоба, калі, калі я ўжу була даростай, калі я учылась в Министерситеті, мене таксамы працягували гадзі заняткі, і, ну, скажам так, ось гадзе було англіцкай мове. Добро, табак англіцкай мове, можна сказати, з 2-3 гадзе, ну, прикладно так, пауну жу вельмі шмацша, з добра, там, далей, наприклад, польська. З польська, трамалася доволі цікава, тамо што, я бала з беларускай мовна сім'ї, і, якби, я нарадзілася якраз в той пчаскай, галі бала пірюд беларусізація, гато бала модна, гато бала популярна, і са... Не було такого піріда, не слухайте. Піріда такого не було. Был распад Савецкого Саюза, а потім був 94-й год. Так. Праця, глядзе, пілянаска. Ну, караці, маі сім'я зам'я змілялі таркі па беларуску, і я не ходзіла ў дзітячий садок, таму я выросла в доволі такіх абставянных, таркі па беларуску, і вось час калі трабулася ў школу, і якраз ў гадзе час беларускі мрускамовна класа пачіли знікаць, і баська пала праблема, таму што російська мава я не володала, і адправіць мене ў звичайну школу було праблематычна. І вось ад ночі мы шлі па праспекція здаецца, тады я щас Франциска з Карэна, і до маі баська падашла жанчына, і сказала, «вы наше». Мамасі кажи, «чіе ваше?» «вы свае!» Ну і вось так нам пропанавалі адправіць мене ў польську красу, гэта булі доволі цікавы праект, польськай амбасады, і вогалі, скажім так, польськай керівніства Польщі, я дістворылі польські класы в Мінску на базі звичайні школы, школу номер один, вогалі до Мінска, вось, і мене адправлі туде. І наставниця у мене була з Польщі, тобок з першого класу, першого до четвертого класу у мене усі предметы булі включно на польській мові, і наставниця була з Польщі, скажімо так, ўжо пазній. З п'ятых класу у нас булі предметы на русській мові, позвічайний клас, просто булі занятки в Польськах, а я працягувала займацца прям басадзі, і тобак у мене аддукація якби дві двадцять статы, польські і беларускі. Тобак, можна і туды, і сюды, калі, што так. Што так. Вось, паэтому, ведайте мові, вось наш плюс наші школи. Ви учите мові, зможете і там, і тут. Вось такі буде подкацт-слова, буде реклама нова такая. Сможете і там, і тут. Вось, окей. Ну, з французської в университеті, наскільки я ведаю, так, далей. Немецька так само. Немецька вуде з университету, так, вось. Ну, і зразуміло, що, ну, з англійською і польською узрою незначно буде вищей. Тому, што і па часу, вось. А чому мене і тось, да, наприклад, што, вось одна тема, яку я хацю підняти, це то, што, бачш людзей запытують, за скільки я могу вилучить, да. Ці там, ці там, рекламу, наприклад, вилучитися за, там, тры тыні, ці за шесь місяців, наприклад, так, вилучитися любую мову. Ну, ось, і, наприклад, да, што все ведаєм, што, на сам реч, што мову нереально вилучити, там, не за шесь місяців, не за год. Што, нареште, добраліць. А будзе мене та та, што, што, ета займае гальмішма часу, так, і, вось, наприклад, у діцей, да, у їх ці час ёсць, і паэтаму, якби, тры-четырі гады ў їх ёсць спакойно, толькі, як яны володую своєродною мовою, так, і толук потім, яны жо спакойно разнувляють, ну, як, на своєродною мовою, так, а вось, і так само, як у вас, да, наприклад, могла б та поравнаць, наприклад, да, вучаць ўже більш в университеті, што ўсяка ўсць розніцамі на іто, пры, вось, а володані, калі ты вучила ўсіх. Ну, володані, канешна, розніца ёсць, і даліка, давалі часто людзі кажуть, што, калі ты діцё, то ў тебе, якби, якби, більш шанса володаць мовы, більш свабодна. Так, это можна сказати тому, што діці, якби, впитываюць розну інформацію, але з іншого боку, у доростыха чалавека ёсць пэлны плюсы, кога не маў діцяті. Ё, ёсць грошы ў доростых людзі. Не толькі грошы, гэта, канешна, так самая добра. Ё, я не смогу заплатіць за нашы курсы, канешна. Гэта так самая добра, але ёсць ашы іншы момент, як доросты чалавек, ён ўмі аналізаваць. А для вучэні мовы, гэта вельмі важына, калі ты можеш паравнаць, заразумець, і прас аналіз, а мы ляб запамінаем. Деці, звичайна, гэта не умееці. Ё, баўш запамінаць, копіруюць за батькамі, за настаўнікам, а гэта гдалей, гэта бываць тужки інакш, чэм ў доростыва чалавека, які просто, ну, гэк бы аналізуючы гэта разуме. І вогалі шля дома. Калі чалаку няшта дали просто, на, скажам так, наталежці, то ён праста восьмі і забудь. А калі гэта празнікі высілок, празніку працу, то, канешна, гэта будзе з ўсімішші сітацца. Дарослы людзі робець гэта свядом, і, ну, калі вось вернуцца, напрыкал, да твоіх му, гэта польскую англіцку і немецкую французьку, яку ты выучала пазні, ось, што бы ты сказала, бала большай складанасцю выучаць міна гэта свядома гэта іму? Скажам так, паўш пагляжу гэта спуту гляджані метадыста, а, вось, напрыгас, та жа польскай мова, яка для мене, просто чуваю, гэта, вось, сімнедавна дзенцявар мене папрасіў раслумачыць яму, вось, а чаму мы кажам, напрыклад, я естэм, а ле мы кажам, напрыклад, я пішэм, якбы, з насавым гухам з усім іншэя структура. Такі скажам, я папрасіў раслумачыць, я не зразумеў, праўда, ну, да. Вось, і я разумею, што я не могу раслумачыць, гэта я праста веду, як бы, інтуэтывно, бах, я не веду грамадыку, якось, як гэта павучаў да росла чалавек. Думаю, таксамы, калі спытаць, восьбэта беларускай маваць, русскай маваць, слумачыць, напрыклад, тыжжэдзея слову, чаму, вось, напрыклад, мы кажам, я пішу, а ле я, напрыклад, а ле ж ты пішэш, ну, напрыклад, так, 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 гэта то болі будзе праблематычна. Той самыя баваць, аз мога, калі ты вывыщаўся, як дзючо, табак, гэта не, такое, вось, разумение. На сегунду мы перерваліць, таму, шта я кажу, першы падкаст, шо-небудь, ну, мы, вось, вернемся, да, табак, вось, ну, як мы зразумели, да, галонны розніцца, гэта між гэтаме, вось, сими, шта мы робим гэта адно сё дома, адно не сё дома, да, и калі мы, зна, ўже, прымаем някіе высылки, да, табак, мэй напружуўам себе, ка вывыщаўнецца, да, табак, я тримуўцца, што мы боч про это думаў, да, мы боч сё домаў до этого, да. Вось, и на огул... Я ще хотела дадать, тут один момент, на кону, там, тры тыны, ка табак даде, ўсюмедавна вернулась з Ишпанији, дзе я оваладвала няшчэншими спосабами, методиками калданяя, згэта паўча. Вось, дарэча, щас, прабачь, на секундочку, вось, у нас будзе курсик, вось, невеликий, да, на жнивень месяц, но, же, вы уже могли побачўт іншу рекламу, но, вось, зараз, но, мы это расскажем вам про твое, што у нас будзе курс, восьм заняткав, для, больше, ты не, як англиска для работы, для працы, для джоп, для ворк, што за угодна только, да, вось, Варвара Константиновна, будзе на ўнега выкладаць, будзе вам рассказывать, як выжевать на праце в сучасном свете с англиской мовы. Протягивайте, калёшка. Рекламная пауза. Рекламная пауза при патрымке... Савы. Савы и кавы. Сава пенелопа. Сава пенелопа. Новая назва для подкаста такая и будзе. Сава пенелопа. Чаму сава пенелопа? Ну, так и пачло. Потому что она спонсор, а она не спонсор этого подкаста. Ну, смотря до какого уровня, то есть, если до какого-то уровня, чтобы просто более-менее свободно себе чувствовать, я не знаю, в другой стране с иностранцами общаться, ну, думаю, за полгодика можно поднять до пола. Хуй, это всё зависит от индивидуальных способностей каждого человека. Один может выучить за год, второй за всю жизнь не может выучить, а третий за месяц. Всё зависит от программы и от того, что в голове у человека. Настя на язык, я думаю, если захотеть, можно, ну, прям хорошо, но будет два-три. За 16 часов. Ну, 16 роков, по часу, может быть, да, в институте. Так вот, и мы разговаривали там с моими коллегами, которые проходят так само курс, скажем так, повышение квалификации, можно назвать ставь для наших людей, для большого разумения. И вот случайно люди пытаются, когда мы работаем с клиентами, и кажут, вось, у меня есть третий день, и хочу обладать мовой. Как бы, довольно часто такое питание возникает. И вось, как нам казалось наш тютер за всюду, дароженьки, никогда не вымирайте ничего в этой дними, с месяцами. Вывышение мов вымирайте за годинами. То бы можно обладать одним и тем же материалом за шесть месяцев и за третий день. В зависимости от того, кольких один, каждый день вы будете, как бы, хрыстовывать и не шторопить с этой мовой. Так, ну, из-за этого есть такая, как справа, как одного письменника Мелком Гладвелл, да, и он, правда, писал про 10 тысяч годин для некого поспеха, да. Давай воспринимся на это 10 тысяч годин, потому что это, як бы, потому что люди могут на такое натыкаться, да, наприкол, что из ножа, что за 10 тысяч годин вы володой, если могут еще не быть, да, но давай рассумяем, что это не просто, да, 10 тысяч годин, что вы повинны 10 тысяч годин сидеть, работать, практиковать, например, да. Но вот что такое вот это 10 тысяч годин? Что вот подразумяется под этими 10 тысяч годинами? Тут я загадаю нашу другого методиста Марию, у нее есть такой классный приклад про эти 10 тысяч годин. Вот вы видите, что вы учащите немогу, возьмем таки больше приклад с життя, то, что зараз очень популярно. Люди ходят у залу, тренируясь свои разные мышцы, как там, пац, трыцепсы, бицепсы, так далее. И зараз популярны довольно немательные тренеры, до кого вы приходите, и он вас тренирует. Вот вы видите в себе ситуацию, что вы приходите до тренера, и вот у них есть такие прыгожие, такие мышцы, такие, ну все, ну класс, прыгожие. Вот питание, когда вы прийдете, и поглядите на этого человека, на тренер, теперь у вас нечто. Някий трыцепс, там я еще нечто, бицепс. Ну конечно не. То самое с мовой, когда вы прийдете на заняты, просто будете задирать на настало, не каусь, яка вы прохожая мова, який его акцент, який вокабуляр, и так далее. Ни шо, ни какая мова у вас не з'явится, потому что мова, это та самая мышца, як и любая іншая. Тоба, калю мы пачем мову, мы тренируем наши мышцы, скажем так, тренируется наш мозг, тренируется наш язык, и все в этой. Тому, ну как бы, каждая шмолит своя фонетика, и так само. То есть, ты недавно только пачел, что из этого скажешь, что калю вас, например, вы учите мову, да, и калю вы пачинаете размовлять, ну и, да, и особо тренирует фонетику, конечно, это не самый, может быть, головный аспект, но так само, на який требует вертвать увагу, да, что, и калю тренируете фонетику, что калю вас не болит рот, значит, вы робите нечто не так. Ну да, есть такое, потому что, можно и Денис, прям целую сферу працы, казать, калю вас не болит. Это саправдывает так, я памятаю, калю тренируете пачелу, участь французскую мову, и наша выкладница все доказала, калю вы вышли за занятку, и у вас не болит с кивица, то банально гук А вы казали неправильно, ну, потому что в разных мовах разная фонетика, и это время важно так само. Так, и вот так само с этой фонетикой связано вельми смачно, что вот, но ол, давай мы с тобой оперативник, казать про фонетику, грамадику, да, про это все, давай спочатку, разобьем, да, что на самом речь в мове есть, ну, по сути, только три, да, вось, галяны самых основных, да, я бы сказала не совсем галяны, я бы тут не погодилася трошки, калю мы выучаем мову, мы повинны, как бы есть такий классический, больше подход, люди думают, шматленькие люди, и шматленьким клиентам нам приходится, это думать, мне требуется думать, это очень часто своим студентам, люди думают, что когда они выучатся словы, и выучатся грамаду, то они не будут володець мовы, так вот люди, не, не забудьте, для того, как володець мовы, надо развивать четыре навыки, это, два из них продуктивные, и два, больше такие, рецептивные, да, давай разумать, продактивные, это то, что мы робим сами, да, так, produce, да, то, что мы, то, produce, и рецептивные, калю мы нешта кажем сами, табак, размова, мовлення, и то, что мы пишем, табак, мы гэта сами створаем, и рецептивные навыки, может, receptive skills, я гэта называется, в английской методосе, ну, помнишь, что ли, гэта то, что мы, як мы успремаем информацию, табак, у нас, у нас, две основные, мовленные информации, гэта, або, аудео, або, табак, то, что мы слушаем, и читание, у нас, кэш, логичное питание, что с гэтых четырех навыков, у нас самое головное, ось, калю мы так задумаемся, то, что с гэтых, або ж за всем, мы робим в своем житии, калак, по сути, да, ось, наприклад, ну, да, это, калю мы поглядзем наш день, мы прачинаемся с ранницы, наприклад, уключаем радуете, там, подкатся, телевизор, мы слухаем нешта, калю мы, ну, конечно, залежит от працы, али все равно, мы, наприклад, едем у транспорта, неким на працу, мы шуем размогу людей, мы слухаем объявы припынков, альбо, калю мы едем на некой машине на працу, то мы слухаем радуете, некую музыку, это так само все, гуковая информация, скажем так. Канешне, шматлики люсь на их размогах, это будзе важный аспект, як, наприклад, для выкладника, для, ну, шматлики их профессий, канешне, размога будзе важна, для когости будзе важна письмо, скажем, калю мы вольнем некий небось кастямо-сервис, некий там, працы с клиентами, то гэта можж быть письмовая мова доволе развитая, ну, и, канешне, можж быть читанье. И, самое главное, гэта, разумеет, для того, как володаць мовы, неважна, цятородныць, то замежны мовы, нам трэба володаць гэтымі чатырмі аспектамі, і гэтым не залежаць от мовы, і таму, калю мы выучаем мову, мы павінны развіваць гэты чатыры основныя. Давай, я шэраз, по тарыкарыласка, хутка, які вот эти чатыры аспекты, да, і мы зробим невялішкую паузу. Першая, мы павінны развіваць наше мауленья, повинны назвать наше письмо, що ми пішем, чітання, і, скажем так, аудіровання, като модно називається, був спрямання мовы на слых. Так, ну, тобі слухать треба. Окей, ось так ми починаємо гэту подкаст, аплодисментів своїм собі. Не, на самом речі, ми себе так мостно не любимо, ми просто... Я к тебе не люблю, я себе люблю. Ми всі один одного любимо, і в нашій школі, і ми любимо наших студентів, ми всіх любимо на самом речі, да? Ну, на самом речі, да, не... Мейк лав. Да. Мейк лав, ноу вору, якщо я помню. Вось, ну, на самом речі, вось хутенька просто дісті от тем, да, то б вось розніця, да, вось хутенька давай про це поразмураєм, паколі про це згадав поразмуляць. Вось, наприклад, про курси, да, вось, то б калі вельми шмат студентів, да, я зауважуюсь себе, їх участь, і ти уся заважав, вельми шмат студентів, калі приходять, наприклад, на курсы, на любі, не тільки до нас, да, на облі, на курсы, ці куды-небудь, калі яны займаюця мовою самі, то я не вельми баяцца навіта таго, што будзет така ж сама атмосфера, да, як була, наприклад, ту і в школі, да, наприклад, што Ландон із Де Кэпіталу в Грейт Бриттін, все, што запомніли, да, і вось потім гэта вся атмосфера, да, вось гэта памылкі хішеїт із, да, вось, і просто гэта всім звязана, да, то вось што ти думаєш, гэта атмосфера, да, і звязана, да, і так само треба зазнається, што, наприклад, на курсах у нас, і я думаю, на всіх курсах, на саме речі, які вось займається, у їх мене іта не будзет тако, тако буде атмосфера, так, і вось чим у нас, вось адрознюються, наприклад, да, вось ад школы, ад университетів, да, де раніше людзі маглі выучаць вось замешанну мову. А скажем так, але бувалі деться більш на таку академічну, класічно, подіход у вакладанні мову, то лісілося, што треба к розмовляць без помылок. Канечна, гадда класна, але як ли, бачим ширами, ці заправдуємо неруєм помылок, а ли розмовляєм народний мовий. Тобак в школах більш займаліся управлінням помылок. Скажем так, і єсть, калі ми розмовляєм про мову, тут єсть, як би, два такіх панятия, які називаються у лискій методзі Accuracy and Fluency. Accuracy, так знаєць, корректність, тобак як колькі правіна, граматична, лексична, як так далі, каже чоловіка, або розмовляє чоловіка. І Fluency, тобак біглаць, як худка, і без таких великих пауз може розмовляєть чоловіка. Сучасні методи, ка пропагандую, розвіцьо більш флюэнсі, тому што, калі чоловік, розмовляє так, і не робіще памылак, ну, наприклад, «He is good boy», куды хор, чим чай скажа «He, I, good boy». І тому сучасні паудуход навучість розмовляць, кабых розуміли, кабіна не баяліся розмовляць. Бо гэта вось спосаб, калі выправляється кожнае-кожнае памылка, і чоловік пастяанно перебігається наставникам, і надаводзіць того, што чоловік просто формирується так називаємий барьєр, мовний барьєр, і чоловік боїться казаць нешто, боїться заробіць помылку. І тому вважно не баяця робіць помылки, і ліпші сказаць помылкай, аля донесі сваю думку, чим сказаць все правильна, аля гэта займі, там, не веду, п'ять хвілін, і той саму не веду, прогожа хлопець, який нябудь, у пары, жо і зізі, там, і що, ну як, чіна тут пока, пакулина тут своє сказ, нарожана, то я... Школи хороші, но я все-таки считаю, що в школі дуже неплохая программа обучення настрійному музику, тому що, ну все-таки, дуже растягиваються і, ну, даю плоху базу. Тобто я считаю, що треба себе знову учить. Ну, він плохо преподававався в моїй школі, але потім поменялась, поменялась моя школа там на ліцей, і там був совершенно другой преподаватель, і вот у нього бува такая методика совершенно другая, очень хорошая, доброжелательная, понимающая, за ошибки нічого не було, і також дуже багато там музика, фільми, пропадали серіалу смілять тож. Хороший вопрос ставить тупик. Парты, учитель, все. Любове занятие, яке було в школі в нашому часу, оно являлось принудователем, тому в нього не в цьому нічого інтересного. Я думаю, що буде перейдеться. Ну, в принципі, хорошо, але якщо все учить, все понимати, ставлюватися на літу, то вполне можна і веучить емоційний язык.